Для нашего блюда на ужин я взяла один вот такой большой кабачок и нарезала его вот на такие колечки, где-то по 0,5 сантиметров толщиной. И мука. На газ я поставила сковородку, наливаю совсем немного растительного масла. И теперь каждый наш кружочек от кабачка опускаю в муку, стрясаю лишнюю и укладываю на сковородочку. Кабачки я не солила, мы будем солить в самом конце. Огонь у меня средний. Если будет большой огонь, то они просто могут не прожариться. Ждем, когда поджарится с одной стороны. Я поджариваю вот так посильнее. У нас дома любят, когда они вот такие вот золотистые и красивые. И потом снимаю на тарелочку, застеленную салфеткой, чтобы убрать лишнее масло. Если масла на сковородке мало, значит наливаю еще совсем чуть-чуть и отправляю следующую партию кабачков. Вот так обжариваем все наши кабачки. Пока обжариваются наши кабачки, я приготовлю соус. Я почистила несколько зубочков чеснока и хочу натереть их на терке. Вот на такой, не на такой, а вот на такой терочке мелкой. Можно продавить через пресс. Теперь весь чеснок в чашечку отправляем. Добавляю сюда майонез. Все добавляйте по своему вкусу, по своему желанию. Не любите много чеснока, не добавляйте много чеснока. Вот теперь я добавляю сюда соль, потому что кабачки наши были не соленые. И немного черный душистый перчик. И все хорошо перемешиваю. Это блюдо готовится очень быстро. Получается очень вкусно. И очень легкая закусочка. На ужин самое хорошо. Все перемешала. Наш соус уже готов. Также я хочу подать на ужин рыбка жареная у нас будет. И кабачки тоже уже готовы. Укладываем один слой кабачков. Сверху смазываю нашим соусом. По краям я нарезала помидорки. Желтенькие и красненькие. Тоже где-то по 0,5 сантиметров толщиной. Готовьте такое блюдо сразу побольше. Потому что это очень вкусно. Если даже сразу не скушали, уберите в холодильник. И можно хранить его 2-3 дня. Теперь укладываю следующий слой наших кабачков. Делаю вот такой вот цветочек. И так укладываю все наши кабачки, прослаивая их нашим соусом. Дайте немного кабачкам постоять, чтобы они пропитались соусом. И потом уже можно подавать на стол. Посмотрите, как это красиво выглядит. Такое блюдо можно смело поставить на праздничный стол. Берем один слайсик помидора. Укладываем сверху на кабачок. И всем приятного аппетита!